Тревожная кнопка нажата. Здравствуйте в студии Марина Мороз и мы начинаем. Ружье, патроны и порох. Пограничники задержали нарушителей с солидным арсеналом оружия. Трое белорусов подозреваются в организации незаконного перемещения боеприпасов через белорусско-литовскую границу. По месту жительства подозреваемых обнаружен целый арсенал. Изъяты, предмет схожий с тротиловой шашкой, 4 ружья, более 180 боевых и охотничьих патронов различного калибра, магазин от автомата Калашникова, а также несколько сотен капсюлей для охотничьих патронов, гильз, более десятка пуль к патронам различных калибров, банки с порохом и дробью. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства незаконных действий задержанных. Возбуждены уголовные дела за незаконное пересечение государственной границы и незаконное перемещение товаров через таможенную границу. 236 тысяч рублей. Именно такой суммы не досчиталась столичная пенсионерка после звонка жебанкира. Почему так легко обманываются белорусы и откуда у пожилой женщины такие деньги? Узнаем далее. Возбуждено уголовное дело о хищении денег в особо крупном размере с использованием компьютерной техники. В милицию обратилась пенсионерка. С ее счета похищено более 200 тысяч рублей. Представитель банка начал убеждать, что и со счета зафиксированы несанкционированные операции, и что в скором времени с ней свяжутся сотрудники милиции. И сотрудник милиции действительно позвонил. Только он оказался таким же липовым, как и звонивший перед этим банковский специалист. Передала им данные для входа в установленное приложение. Удаленный доступ позволил мошенникам дистанционно распоряжаться ее деньгами. Такая внушительная сумма на счету пенсионерки оказалась платежом за проданную квартиру. Проводится проверка. Накануне вынесен приговор брестским блогерам, которые приложили максимум усилий для дестабилизации ситуации в нашей стране. В том числе целенаправленно создавали общественно-политическую напряженность. Правоохранители пресекли незаконную блогерскую деятельность, а суд определил степень наказания. Организация пикетов, призывы выходить на массовые протесты, неоднократные оскорбления представителей власти. Это лишь то немногое, что входило в задачи так называемых лидеров мнений. Обвиняемые как администраторы одного из ютуб-каналов с августа 2019 года по июнь 2020 года создали и разместили на названной платформе многочисленные видео и фотофайлы. Сложная оценка действий представителей власти. Кроме того, они призывали к незаконным массовым мероприятиям. Незаконную блогерскую деятельность оценили согласно букве закона. Обоим фигурантам назначено наказание. Суд назначил каждому обвиняемому три года лишения свободы с отбыванием из правительной колонии в условиях общего режима. Приговор в законную силу не вступил. Может быть, как обжалован, так и протестован в апелляционном порядке. МВД вновь предупреждает. Все виновные в нарушении правопорядка и дестабилизации обстановки в стране будут установлены и понесут ответственность за свои деяния. На что готовы пойти нарушители, чтобы избежать наказания? На еще одно правонарушение? Или история про то, как водитель пытался откупиться от инспектора в ГАИ? А вот получилось ли? Узнаем далее. Дозорная камера демонстрирует кошелек нарушителей, из которого извлекаются купюры. Логика водителя проста. Нарушил – заплати. Но в чем причина? Результат – медосвидетельствование. В крови у водителя оказалось более промилле алкоголя. Водитель предложил в качестве взятки 200 белорусских рублей. Водитель Мерседеса задержан. Теперь придется отвечать не только за езду под градусом, но и за попытку дачи взятки сотруднику ГАИ. Могут ли школьные разборки привести к трагедии? Могут, если в руках одной стороны конфликта – пистолет. Что послужило причиной раздора? И чем закончилась эта недетская история? Узнаем далее. Один из апрельских вечеров в Слуцке украсили выстрелы. Двое парней пытались выбить долг у старшеклассника. Убедить подростка словами в необходимости заплатить не удалось. После чего в ход пошел пневматический пистолет. Несколько раз они выстрелили в воздух, а потом по ногам должника. Благо все обошлось. Подросток не пострадал, но рассказал о случившемся родителям, которые и обратились в милицию. Конфликт между 18-летним кредитором и 15-летним потерпевшим завязался еще в начале года. Младший из парней заступился за свою сестру, по вине которой старший разбил свой смартфон. Школьник предложил частично возместить ущерб, но деньги так и не вернул. Владелец телефона пытался получить сумму с процентами, но родители школьника отказали, пригрозив заявлением о вымогательстве. И обиженный молодой человек пошел на крайние меры. Нападавших задержали и изъяли пистолет, спрятанный около подъезда. С подозреваемыми проводятся следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. И это все на сегодня. А уже завтра, в пятницу в 16.20, еженедельный итоговый выпуск «Тревожной кнопки». Все о самом главном в мире криминальных происшествий только в эфире ОНТ. Оставайтесь зрителями, а не участниками нашей программы. Будьте бдительны и берегите себя.